если вы хотите здоровую сияющую гладкую кожу то смотрите этот обзор до конца набор находится вот в такой красивый наши фирменные коробочки сейчас я вам покажу что у нас находится там внутри здесь есть инструкция как раз таки не забывайте да что набор для сухой кожи здесь все подробно очень расписано с чего мы начинаем свой уход это очищающая пенка с гиалуроновой кислотой aqua увлажняющая альгинатная маска для лица это такое спасение для обезвоженной кожи склонны к шелушению такой маст хэп который должен быть у каждой девушки тоник для лица для сухого типа кожи двухфазная сыворотка 30 на 70 я позже расскажу что это такое и 2 и завершающий уход это два крема для контура век и для лица с экстрактом босика а как я и говорила наш уход начинается с очищения да здесь очищающая пенка aqua с гиалуроновой кислотой самый такой один из важных активных ингредиентов этой пенки это как раз таки гиалуроновая кислота еще раз повторюсь да на это природный компонент кожи который дает очень сильный увлажняющий эффект да что как раз таки повышают упругость нашей кожи и очищение такой один из важных моментов вообще в уходе за лицом я сейчас покажу вам ее консистенцию обязательно встряхните перед применением да и покажу вам эту густую да в то же время плотную и нежную пену на самом деле очень экономично в использовании то есть достаточно там не знаю трех нажатий и это хватит вам на все лицо наносите вы привычным своим способом либо с помощью рук либо с помощью спонжика то есть как удобно она чуть-чуть влажное лицо следующим этапом мы продолжим свое увлажнение это альгинатная маска увлажняющая до которой у нас была в наборе здесь морской ил и бурые водоросли до морской ил это очень уникальный такой драгоценный компонент который удерживает опять же влагу на нашу кожу что не так мало важно сейчас я вам покажу как она наносится почему важно вообще да именно альгинатный уход за кожей потому что он приравнивается к профессиональному уходу то есть практически у вас такой дома свой маленький салон красоты для разведения маски можно взять и стеклянную посуду и у меня сейчас пластмассовая в одной маске хватает на одно применение можно сэкономить конечно и использовать ее два раза но на себе лучше не экономить покажу вам какой наносить так мы насыпаем в миску размешивать нужно очень энергично и добавляем прохладную воду вода обязательно должна быть прохладной потому что если она будет чуть теплой то она быстрее застынет так наливаем водички и энергично интенсивно размешиваем мы размешали нашу маску до должна получиться вот такая вот густая сметана сейчас я вам покажу как ее наносить носить ее нужно максимально быстро и начиная от лба до подбородка вообще лучше и на шее тоже нашу я сегодня на половину лица быстро маску мы наносим ее на полчаса до ждем пока она у нас высыхает думаем о приятном о новых покупках о море солнце может быть о мужчине сейчас я нанесла маску до конца полностью до чтоб вам показать как это все выглядит и ждем полчаса от 15 минут до получаса то есть это максимальное время наша маска с вами высохла сейчас я вам покажу как ее нужно снимать еще не расскажу все снимает одним движением до от подбородка наверх я нанесла ее на половину лица сегодня да я такой получился полу уход поэтому я сейчас попробую ее снять как ее нужно то есть показать вам какой нужно снимать мы снимаем ее одним движением как я уже сказала аккуратно до чтоб масочка у нас полностью у меня слегка не получилось у вас получится я уверена вот таким она получается такой однородный вот такая штука нить можно даже увидеть разницу это это половина нам более свежие такая эластичная плотная остатки мы тоже соответственно снимаем вас тоже я думаю будет такой эффект аккуратно и после этого вы чуть-чуть смачивать то есть чуть умываете теплой водой чтобы убрать все эти остатки я сняла излишки маски и сейчас мы все будем с вами это протирать тоником нашим тоником для сухой кожи а на самом деле скажу еще эффект от маски вообще потрясающий не знаю видно вам или нет но я прям ощущаю что кожа более упругая да и такая прям эластичная увлажненная по поводу тоником мы наносим на ватный диск дам слегка и обычным привычными движениями да все это у нас очищаем важные компоненты нашего тоником для сухой кожи это соковая вера который очень хорошо смягчает кожу до снимает покраснение да который как раз таки склонна сухая кожа а также состав тоника входит эфирное масло розы мощный антиоксидант до который оказывает такой сильный омолаживающий эффект переходим к нанесению сыворотки сыворотка у нас 30 на 70 почему так называется я вначале заинтриговала чуть-чуть звать на так потому что она двухфазная 30 процентов это смесь масел в основном это масло дамасской розы до которые способствуют обновлению клеток эпидермиса и драгоценное масло это вечерние примулы она богата жирными кислотами да и содержит себя практически все необходимые минералы для кожи остальные 70 процентов это смесь гидролатов розы календулы и органического сока алоэ вера который нормализует липидный баланс кожи до успокаивают и увлажняют также ее для ее применения необходимо встряхнуть да то есть для кратковременного смешивания всех этих компонентов да то есть и наносим ее на лицо как вам удобно можете сначала на руку нанести да растереть можете сразу на лицо я наношу так на то есть мне удобнее вот так то есть мы размешали все компоненты и аккуратно похлопающим движением мы наносим на свою кожу то что лишний раз в нее не растягиваем не забывайте пожалуйста про область вокруг глаз и и здесь тоже можно применять она очень хорошо борется с отечностью да и устраняет мелкие морщинки а также сама сыворотка еще одно из таких важных действий помимо того что очень богата на компоненты задержания она очень хорошо борется с куперозом вот соответственно никогда и не игнорируйте и это дополнительное питание дополнительный уход и мы наконец-то переходим к завершающему этапу ухода за лицом это регенерирующий крем для век василек на основе органического масла мака восстанавливает питает да соответственно увлажняет кожу наносим мы его обычным способом надо здесь еще экстракт одуванчика да как который очень хорошо осветляет кожи если кого то есть он не круги в основном есть у многих и экстракт подорожника который снимает отечность очень легкая текстура крема да сейчас мы с вами его нанесем я вам покажу как это делать совсем чуть-чуть мы она пальчик аккуратно а по орбитальной косточке может быть мне не совсем сейчас получится кожа на около глаз очень тонкая поэтому не обязательно прям так наносите и убивать то есть вот так мы нанесли с вами крем василек для контура век сейчас нанесем крем регенерирующий для лица василек на лицо текстура очень тоже приятная легкая а наносите опять своим же привычным способом я вам покажу свой свой способ крем очень хорошо питает и увлажняет кожу увлажняют за счет гиалуроновой кислоты и защищает кожу от переохлаждения от ветра от ультрафиолетов лучей за счет того что там экстракт радиолы розовый переходим непосредственно к нанесению крема покажу текстуру на уже наглядно я наношу его таким образом я немножко приборщила таким похлопающим движением все то же самое как и сыворотку сами наносим мы нанесли с вами полностью крем на лицо ждем пока он впитается это буквально одна минута и приступаем к нанесению макияжа на сегодня это все я вам рассказала про набор для сухого типа кожи отещали лицо пенкой для лица aqua с гиалуроновой кислотой наносили увлажняющую альгинатную маску протирали лицо тоником лица для сухой кожи наносили сыворотку 30 на 70 завершающим уходом были крема и басилек для лица и для век хочешь иметь красивую кожу делай как я